Следующий луч, четвёртый луч, это очень интересный луч, сейчас он нарождается. Количество таких людей среди нас пока не очень большое, но рождаются детки всё больше и больше с четвёртым лучом. Четвёртый луч называется луч гармонии, который достигается через конфликт. Это потому, что каждый раз, когда такой человек попадает в ситуацию немирную и конфликтную, он с удовольствием пытается что-то сделать, чтобы найти ту третью точку, которая бы смогла улучшить ситуацию. Причём это происходит не на таких уровнях, где миротворец на войне, а это происходит на очень высоких уровнях божественных, таких как все сферы искусства. Может быть, вы знаете, что… Вот эта фраза «красота спасёт мир» Достоевского. Может быть, вы знаете, что все великие художники, все великие музыканты, они создали свои самые лучшие произведения на пике своих внутренних конфликтов, глубоких депрессий, переживаний и страданий. Обычно это обращение к искусству даже с детства, с раннего, это форма поиска того пути, куда можно выйти из страдания этого мира. Вот эти вот души четвёртого луча – это детки даже с самого детства, которых очень тянет всё красивое. Они стараются и вокруг себя какую-то красоту создавать. Они пытаются или профессию, или хобби выбрать такое, где бы можно было с искусством быть связанным. Они или поют, или музицируют, или рисуют, или выбирают такие формы, где можно выдавать какие-то плоды творчества. Каждый раз, когда он какой-то плод творчества выдаёт, он получает благодать Божью, которая втекает в него через его четвёртый луч. Понятное дело, что это всё распространяется, и человечество благодарно этим людям. Но на самом деле это душа для себя делает, потому что это структура этой души. Они, эти люди, всегда оказываются внезапно в конфликтных ситуациях, и при этом блестяще их разрешают. Если вы посмотрите на их семейную ситуацию, то вы увидите, что она очень непростая. Как бы эта душа притягивается в такие ситуации, где есть глубокие неразрешимые конфликты, и она ещё и по ходу своей жизни притягивает к себе и к своей семье такие конфликтные ситуации. Это просто форма жизни космического божественного луча. Этот луч может дарить свои плоды только таким способом. И так, среди душ четвёртого луча много служителей искусства во всех видов, начиная от законодателей элегантности в одежде, кончая величайшими художниками и композиторами всех времён и народов. У этих людей в душе невероятно сильные эмоции, сильные привязанности, сильное сострадание, сильная смелость, великодушие, преданность, быстрота ума. И всё это очень сильное, очень яркое, очень мощное. Благодаря этому то, что они транслируют по своим вот этим направлениям искусства, а это всё благодарно, очень воспринимают окружающие люди. Этот луч называют луч борьбы, потому что в нём плюс и минус, и вот эта биполярность божественная, она каждый раз находит третью точку гармонии и уравновешивания. Вообще, при всем нашем глубочайшем уважении, восхищении людьми четвёртого луча, мы должны признать, что жизнь их очень тяжёлая. Представьте, что они живут всё время на пике каких-то конфликтов. Им кажется, что это судьба им эти конфликты даёт. На самом деле они притягивают к себе эти конфликты. Для чего? Потому что только они могут разрешить эту ситуацию и найти точку равновесия между ужасом и счастьем. Это активная сила, и мы будем потом дальше говорить об этом. Вот примеры людей четвёртого луча, души, Леонардо да Винчи, Бетховен, Рубенс, Моцарт и вообще весь список людей, которые внесли в нашу цивилизацию красоту, они все будут на четвёртом луче. Следующий вопрос. Следующий вопрос.